В 1905 году после оглашения высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод по всей России прокатилась волна еврейских погромов. В Одессе при молчаливом поощрении полиции были убиты более трехсот человек. Около тысячи одесситов лишились своего имущества. Бублики, горячие бублики! Ты что сделал, подряд? Собостите! Шалон! Ваше благородие, да бросьте вы этого дурака! Идите до сюда, зараз все исправим. Давайте! Бублики, горячие бублики! Очисть быстро! Один момент! Такие сапоги перемазали! Мама родная! У меня вакс-то! Германская фирма Лавалет! Не вакс, а масло просто! Хоть на хлеб марш! Чисть! Чисть! Ой! Ваше благородие! Что с тобой? Живот! Живот прихватил немало! Ты куда? Иди сюда! Ну, жди, ваше благородие! А помнишь погром на дальнице? Дракон чертов! ВАСИ ВАСИ А-а-а! А-а-а! Маме-меги гей спацилен, Йоп! Май-либа тохта! Май-меги… Она хотела, чтобы мы жили хорошо. И она была права, как может быть права только наша мама. А вы говорите, я не знаю, какая бывает в жизни. Мама, можно прогуляться, да, моя голубка. С милым парнем повстречаться, да, моя голубка. Мама, как и я, он целует, говорит, что любит шутка. Мама, что ему скажу я, да, моя голубка. Мама, как и я, он целует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Послушайте, ну, Херсонию меня принимали на ура. Ну, честное слово, на ура. Знаете, я исполняю куплеты. Целовал без всякой злости эти кожи, эти кости. Ну, про любовь к той женщине. Ну, конечно. Лейзер в эйсприн. Ну, не, я не слыхал. Ну, я выступаю под псевдонимом Леонид Утёсов. Звучит, да? Леонид Утёсов. Ну, не господин артист. Мы возвращаемся с закрытого пансиона для особо одаренных мальчиков. Так что за вашу музыку мы не слыхали. Скажите, товарищ, а какие сейчас настроения в массах в Одессе? Ну, шо вы, ну, какие там настроения в массах? Ну, полный бардак. Ну, честное слово, я, знаете, так скажу. Власти у Центральной Рады, большевики, значит, с Россиями борзели. Сами по себе. Сами по себе. А, если лекарь ему давать, поломается кровать. Изя, а ты у Лёвки попросишь? Или ему тетка курить не разрешает? Эй, да, пожалуйста, Панч. Циля, Циля, смотри, какой щеночек. Дай мне подержать. Папа, давай курить. Какая сорочка. Папа, давай курить. Спасибо. Последний дождь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А где вы тут живёте?! Лёва! Вы идиёт майский! Со мной нельзя так обманиться! Лёва! Я открыла вам сердце, душу и кошелёк! А он взял мои двадцать пять рублей и теперь завёл моду прятаться от меня! Лёва! 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 Ну, ничего! Я вам ещё устрою! Вырванные годы! Шо? Какие такие вырванные годы? Шо? Да шо это такое, где ваши вырванные годы? Она покажет мне вырванные годы! Я приличный человек, как она может так говорить! Соломон Яковлевич, ну скажите за меня! Вы хороший мальчик, Лёва! Вот! А если кто думает, что мне нужно их двадцать пять рублей, так пусть подавятся! Соломон Яковлевич! Мальчик вырос! Мальчику хочется на травку! Мишка! Мишка! Шикарный пупс! Ой, шо-шо за вращение! Болбасьте, кто приехал! Тёре Аля! Боже! За школу! Ты не видишь, кто приехал! За школу! Мишка! Маша! 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 А ну, сын, иди сюда! Ммм, это как будто больше столба Мой жены! Я! Мой жены! Ты кто такой? Это же Берджик Бесьма приважных, да? Тихо, тихо, тихо Ну, как у вас тут дела? Ну, шо, Бальчик работает у старого Равиковича щитоводом Майорчик в порту грузит В одной артели с дядей Саней. Чжо, горячий? Ну, а ты шо, байбачишь? Помаленьку И шо? Я буду писать, Олег Как лев толстой, только лев майский Все, ты говоришь? Да, я уже в этот, в журнал пишу В два. У меня есть Одесский листок и моряк Ну, еще платят Платят, конечно, не хватает Тетка ж померла два года назад, вот я один и остался, кручишь Ну шо? Да так, по мелочи Ай, ты шо, байбачишь Да? Да? Тихо, байбачишь Давай, давай, давай Давай, давай, давай А я так думаю, майорчик, шо нет у меня другого варианта, кроме как банду собираться Одесса за меня узнает Да и денег у меня будет столько, сколько захочет Сколько захочет? Даже больше, Яша Работать будем Только по буржуи И никакой мокрухи Это закон И будет шикарный вид Смеша, ну вот кто тебе наобещал, что у тебя такой фарт выпадет? Яша, это я себе наобещал Каштан Стой, 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 стой Чири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-б Тоже по тот же хлопчику, а? Чурик, наливай Это посреди этого хлопчика, он же тот хлопчик Я полторы веса тратил на этого хлопчика Мама Шо мама, шо мама? А, это меня выгнали из Хедера? Или это меня? Исаак Кунинсон устроил в матрасную мастерскую Шоб он был дорог, мама Фира, сядь уже, щас будем кушать Имейте в виду, шо у меня в доме растет другой бандит Фира, не ломайтесь, как мацан на Пасху, села и кушаем Фира, кушай Дубов, нам с тобой в старости некому будет притулиться, Дубов Нас с тобой ждет горький хлеб Чего это, Мишка, не бандит? Он политический А вот это мы с тобой посмотрим Посмотрим, когда, слышишь, он не будет балбеса Так я, может быть, и передохну А, когда его тянет в бандита, так он лучше бы и не возвратауцца Нехай Нехай Ну, шо, как? Годится Не годится Мм, шо, хороший костюм Ага, только слегка затруханный Яш, ну, я надо, что-то, я не знаю, получше там, чтоб фасон держать Вот это, например Миш, как тебе? Да ну Во! Шикарный вид Миша, это же фраг И шо? И шо, шо, в нем не ходят А шо с ним делают? Миша, его одевают там, ну, в театр там, или на похороны А я не выдумываю Яш, а где Миша? Ему что, ничего не пришлось? Папа, да вот же ж Что ты выдумываешь, Яша? Это ж передо мной стоит настоящий лорд Чимберлен А Миша, вы, извините за откровенность, больше смахивал на босика Папа, то Миша Вот, что может сделать человеком приличный, недорогой костюм Если его, конечно, пошил хороший мастер Торговля делает с нас артистов Из меня бы вышел неплохой комик Скажете, нет? Или такому интересному молодому человеку нельзя ходить в чем попал Что? А в футболе меньшее, как псевдонимы? Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю О всех кораблях ушедших в море О всех забывших радость свою Так пел ее голос, летящий в купол И луч сиял на белом плече И каждый из мрака смотрел и слушал Как белое платье пело в луче И всем казалось, что радость будет Что в тихой заводе все корабли Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели И голос был сладок И луч был тонок И только высоко у царских врат Причастный тайнам Плакал Ребенок О том, что никто Не придет Назад Браво господа Давай, давай Господа поэты, я извиняюсь Зоя, это тебе Спасибо Можно тебя поцеловать? Можно я поцелую Зою? Вам понравилось, Миша? Да, еще бы куплет, я бы заплакал Что ты свои не почитала, Зоя? Настроения нет, Лев Потом, кому нужны мои стихи, когда есть стихи Блока? Что здесь такого? Блок это вообще уже никому не интересно, знаешь? Вот и я говорю, Блок живой труп Маковский, футурист Лев Майский, репортер Очень приятно, не желайте с нами водочки Нет, извините, я с другом Миша Я, да, я Оп Слушай, это аверманы? Да Какая она стала? Кто? Ну, та, которая постарше Циля А как ты думаешь, Лева, если подойти? Да ну, Миша, вы же не знакомы Ну и шо, познакомимся Слушай, ну это неприлично, а? О, много ты понимаешь Миша Циля Мое почтение Голубчик, распорядитесь насчет Зельковской Ну, поживей, голубчик, поживей Что вы как не живы Миша Зараз обопьете Извините Что это было? Кушайте, пап Все хорошо Спасибо Шо ты таки на На, говорю Отстаньте, а Себе забери Они меня в этом лобсердаке за человека поднимают Ну шо, Миша, ну спутали, ну шо, я ж тебе говорил, шо не надо Ты в лобсердаке действительно похож на офицера Миша, я про… Риба, Риба Да не бери ты в голову, Миша Главное, было без чего На мой вкус там вообще фигура не очень Лева, я плевать на твой вкус Я к тому шо она худая Все, все, ладно Да ты не понимаешь Я же только из-за нее и вернулся Мне без нее Одесса, она ни к чему Да не вырезайся ничего, поверь ты моему опыту Будем посмотреть Да это дешевле умереть, Миша, они же с тобой даже говорить не будут А с королем они будут говорить? С королем уж и будут Ну вот Так я буду король Пошли уже, король А то ребята ждать будем Ну и шо вы скажете за это дело? Миша, я с тобой Я? Ты шо молчишь? Миша, ну ты ж понимаешь, что у меня есть шо впереди, но ты мне предлагаешь такие вещи? Крутится, вертится, вертится, шарговой Ну как знаешь, только после не просить После совсем другой разговор будет Крутится, вертится, хочет упасть Оружие Оружие достать сможешь? Я могу Ты Вон тот шо в фариках, пиндос Второй марик, наш пацанчик с молдаванки В общем все свои Патроны есть? Патроны есть? Патроны есть? Какой Сильный такой, яркий такой Ну да, яркий А чем он собирается заняться? Не говорил? Да так еще не решил А я слыхал, шо решил Да? И шо? Шорох пошел, он банду собирает Да ну, Ося, какая банда? Где Миша и где банда? Ну так шо? Правда? Ось, вот ты в своей головке уже на всех думаешь Ничего подобного Лева, только я тебя прошу, не вяжись с ним Он сам по себе, а тебе я Ося, вот шо ты пристал, а? Зоя, скажи ему, пожалуйста Ну, Ося Ноги вырву, спички вставлю Понял Зоя, сколько я тебе раз говорил Ося, ну женщины сейчас курят Вот пусть те женщины и курят Ось, ну ты прям как бабушка Рая Прости Что? По, по, по! Поехали! 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 Господин Павлович, почему вы все время играете по маленькому? Господин Павлович, почему вы все время играете по маленькому? А с какой радостью мне играть по-круппу? Ой, только не надо приведняться. У вас с какой радостью. Когда вам людям мещего жрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, не скажу. Да, молодцы. То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезному человеку. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Вам легко говорить, когда такое урожай пшеницы, и у вас зерна на миллион. И что с того? Когда в рентине настолько хороший урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре. Капки. Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного черноморского флота. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем багаж. Господа, что ж вы молчите? Только чтобы не было никакого беспорядка. Я вас умоляю, сохранять спокойствие и революционную сознательность. Коньячку мне налью. Коньячку мне налью. Печатчик высымайте. Она не снимается. Пиндос, тут у человека печатчик-то не снимается. Помоги ему. Не надо, не надо. Помогать я сам. Яша, они давно стали матросами. Ваш папа знает, чем вы тут занимались? Зачем ему знать за такие глупости? Отдавайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе, а то уж уж он переживать будет. Молодой человек, прошу не волноваться. У меня до вас очень серьезный разговор. Я с удовольствием, но в другой раз. Нам с товарищами надо скоро ехать. Это очень серьезный разговор в пятницу, если конечно вы свободны. Со стороны городского сада Преображенское. Вот очень серьезный разговор. Прошу вас. О, Миша. Благодарю за внимание, господа и дамы. Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут десять. Адьё. О, Миша. Здравствуйте, тетя Рома. Здрасте. Вставай. Вставай. Ося. Это уже утро. Ты работал в казино. Что? Вот только не надо мне беременеть голову. Пальчика узнали. А тебе, говори. Дело дали мне, так что одевайся. Шутишь? Одевайся. Ну, а если нет, шо? Ты драконов своих покличишь? Я сыскарь японец. Это ты понимаешь? Не дурак. Тебе нужно пропасть на время. Едеть, едеться-то. Найдется. Знаешь, чего я не хочу? Чтоб когда-нибудь мне пришлось в тебя стрелять. Сильно не хочу. Ты в чем же делай? А в том, что если придется стрелять, я буду стрелять. Чтоб ты знал. Буду знать. И что приходить? Ребенок не спал всю ночь. Что приходить? Что приходит? Можешь? А? А за казино ты киправду говорят? Да. Да какое казино? Только не делай мне ни волны. Все знают, что ты имел казино. Что ты такое говоришь-то, а? Кто такие глупости болтает? А ты мне платье купишь? Какое платье? Я видела в магазине Шнэвис одно платье. Там такое платье, но это невозможно. Послушай, посмотри. Сиреневое все. Все. Туда цветочки. Тут арюшики. А тут кружево. Ну, что с Парижа? Ну, купишь? Отстань уже. Можешь. Мэри, иди до мамы. Я посуду мою. Я сказал, иди до мамы, а то кнута получишь. Мама, вы слышите, что он говорит? Я тебе так скажу. Если ты решил стать басотой, то мне басотой не надо. Тогда лучше съезжай с квартиры. Вот так вот, зараз съезжай. Нам такого не требуется. Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне непонятно, с чего вообще такие разговоры. Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело. Но в моем доме я бандюга не потерплю. Так что или гей век и зайн гизинт. Если вам надо, чтоб я съехал, так я съеду. Только после вам самому будет стыдно. Вы будете гордиться, что у вас такой сын. Яша, не надо. Мои хорошие, когда я был еще совсем крохот, я сказал своей бедной любимой маме. Мамка, я хочу стать басотой. Матросовым. Вы думаете, она засмеялась? Нет. Она как следует побила меня и долго-долго плакала. А потом сказала мне. Йончик, сынуля, запомни Невроченко на долгие годы. Флот. И это не для еврея. Так она ошиблась. Она ошиблась, моя бедная любимая мама. Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море, и с головой, как у целого адмирала, то из флота можно кореша поиметь. Вы читаете мои мысли. Поэтому я хочу поднять этот бокал за человека, который показал, что флот и евреи – это не есть две большие разницы. За вас, Миша. Зайки за ум. Вашей стороне, Миша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НАПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Миша, я не сомневался, что придет Миша Я вас умоляю, не надо нервничать Откуда вы меня знаете? Такая работа, знать за все Меня зовут Барский, Лев Барский, к вашим услугам Я прошу прощения, что принимаю вас в такой задрипанной обстановке Из всей мебели тут нашлось только этих два стула Так я предлагаю присесть А вы слышали за Барского? Я слышал за Барского Ну, тогда мне не надо говорить, что в Одессе все серьезные дела не обходятся без меня Такая у меня работа Я помогаю людям делать правильно И все меня благодаря, потому что я беру мало Я маленький человек, мне довольно пяти процентов Скажите, что это скромно Это скромно, господин Барский Так вот, Миша, я вчера смотрел, как вы работали казино Я вам скажу, как пожилой человек Такая работа Хамство и босяцкая глупость Это так и никак по-другому А если по случайности Хозяин казино не отпустил бы Страшников на свадьбу Дочки и Старшова Что бы получилось в таком разе А в таком разе получилось бы полную шепуху Взялась бы пальба И в этом бардаке Положили бы кучу народа Так работать нельзя Послушайте, что я вам скажу Когда я вчера смотрел вашу работу, я подумал Весьмир, это просто какие-то шелопаи Но потом я сказал Барский, у этого юноши есть стиль Ну, может, насчет матросов лишнее Потому что настоящий еврей не может вырежаться матросам Но самое главное Есть хватка у этого юноши Поэтому я хочу сделать вам одно предложение Конечное Если вчера был не каприз И вы решили заняться делом серьезно Я собираюсь заняться делом серьезно Тогда я делаю вам предложение Поверьте, Барский предлагает услуги не последним людям Я обслуживаю только первый сорт Я принимаю ваше предложение Дальше Тогда вложите себе в уши две вещи, которые я вам скажу Вам нужны люди И чтоб вы не думали, что Барский шутит Я пришлю вам человека Это мой племянник Это юноша из приличной семьи, очень толковый Возьмете его до себя И это будет вам гарантией, что Барский не шутит И последнее, Миша Вы знаете, что может помешать вашей карьере? Что еще один артист в местной труппе будет лишний Потому что в Одессе все решает старый Мендель Герш Поэтому я вам рекомендую, пока еще прилично идите до Герша Господин Барский Господин Барский У меня свой интерес Плыви, 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 плыви Давай сюда Хорошо Пальчик, а ты у Пинца про булемет спрашивал? Спрашивал У него нема Точно? Слушай, ну сейчас он приплывет, можешь сам у него спросить Что у тебя языка нет? А что, кстати, Буцис? Он говорил, что у него есть один Да ты шо? Но только не гожий Но отдать обещал со скидкой Вот он мудрый, а на кой нам не гожий? Дизя, его ж починить можно, а выйдет дешевше Понимаешь? Ну шо, берем? Да можно Нехай будет Японец, я к вам Меня Барский прислал Меня Костя зовут Гимназист? Реалист Бывший Ну и шо ты умеешь, гимназист? Миш, нам такое нужно? Что нужно? Стрелять умеешь? Можно? И得 Я тюка! Я ж на нее 15 рублев отдал! Ты понял? А то видел? Шесть дырок! Да ну, шесть Извини Слушай, ты и тебя так назабатился. Да у нас в Екатеринославе отряд самообороны от погромщиков. Ну, я там. Я вообще оружие люблю. Пистолеты, пулеметы. Ну, шо, майорчик, берем, годится. Пошли, пошли. Извини. Извини. Я твою кепку возил. Слушай, не надо нам пулеметы. Ой, измена. На, ешь. Как бы раз дома заночевал. Ну, живет неизвестно где. Как будто у него дома нет. Где ты живешь? Мадам Баси в заветении живешь. Что? В Мадам Баси? Там же живут девочки. Хочет ржать. Ты ж ходишь за девочек? Да не, мам. То мэрика шутит. Мэрика шутит. А тогда где? С майорчиком мы живем на холостую ногу. А че на холостую? Мам, ты уже вполне пора жениться. Да не, мам. Мне не пора. Вон мэрике пора. Ой, он мне быстрее заходит в маил. Вон вчера приходил человек. Тогда нет. Мамаша, ну шо вы такое говорите? Ну, он же старый. Ой, а то ты новая. Да у него детей цельных три. Оно мне надо. Ну, шо? Три? Дорогейшему четвертого. Какая разница? Какая разница? Я не хочу. Надо. Второе. Спасибо. Сира, все. Антракт. Хватит греть уши. Вы злитесь, маленький котенок Что все ругают и гоняют вас Вы знать хотите, чей новый ребенок Ой, мы сейчас расскажем все за вас Ваш папа знатный шмарозник Сестрица ваша лазит под карман Мамаша вам торгует на приводе А родный братец шлема хулиган Паня Баська, яша, ты же знаешь наши порядки, у нас такие порядки нужны, чтобы все было прилично Ольга Баська, ну шо же вы не обижаете, мы сами приличные люди Ну, да я об этом и говорю, Рай, перестань жевать Ну, что подумают о тебе молодые люди Особенно такой красавчик Ну, что вы смущаетесь, дело житейское Идите по комнатам, а что понадобится, покричите и Фроська вам все принесет Пальчик уступишь? Да забирай Что ты улыбишься? Пойдем Ваш дядя на большой дороге А ваша тетя ходит умирать А другий братец вам сидит во строге Друга сестрица, да и вовсе, ла-ла-ла Ваш дедушка был, а идиш и колбасник А ваша бабка банщицей была И вы, котенок, сами безобразней По вас давно соскучивши По вас давно соскучивши Правильно, правда Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, ты же вскочил. Ну, еще спать надо. Ты куда спать? Не хочу. Не хочу. Ну, тогда я и не буду. Ну, не спи. А ты теперь всегда меня вызывай. Хорошо. Что? И мадам скажи, чтоб ни до кого меня не допускала. Скажешь? Скажу. А то есть такие. Я же заведение самая хорошенькая. А ты шо? Да. А знаешь почему? Нет? Ну, откуда ж? Смотри. Вот. Видишь? Ну? Ну? Ну, рука. Ничего не рука. Жо не видел? А что я должен был видеть? Запястье. Узенькое какое я видел. У меня и ноги такие же. А ты смотри. Видишь? Щиколоточка такая же узенькая. А это шо значит? А что же это такое значит? Это значит шлес благородных. Ну, ща. Поедем кататься? Кататься? На море. Кто? Тятенька. Не рыпайся. Сбирайся. Куда? Тудой А кататься? Другим разом, Розочка Зараз на катафалке прокатись Все Руки застепни Почтение, Ерш Но зачем выдергивать человека с постели? Ерш Когда впереди работать, нужно хорошо бросить в топку Ерш При такой жизни нельзя без пригляду Если без пригляду, выйдет чепуха Когда кто тут собирается работать, надо хорошо знать, что у него под шапкой Пан Мендель, я хочу прибиться до надежного берега Тот, до кого я прибьюсь, будет в выигрыше Я не люблю беспокойных людей От беспокойных людей один беспорядок От меня не будет беспорядку Попробуйте меня Хорошо Я попробую тебя Я знаю Может из тебя выйдет долг Я попробую тебя на епнере Лехай 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 Красивый хлопчик Лехай 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Гептнер выручил хорошие деньги за сахар и в том, что Гептнер не доверяет банкам. Он не доверяет банкам? Ну, может, он и прав. И надо иметь все деньги дома. Особенно, когда имеешь сейф фирмы Геринга и компания. А внутри лежит миллион. И он будет лежать там еще два дня, а потом уйдет. Так вот, Герц считает, что он не должен уйти впустую. Я вас услышал. Миша, измените замок. То, что у вас там прикручено, это смешно. Ты что, сдурел? Вы уже убиты, майорчик. Ах. Ну, вот привелась же судьба встретиться в таком очаровательном месте. Когда вы говорите свадьбу, Венечка? Послезавтра. Ну, шо-с, заносите подарок. Только поаккуратнее. Яша, а где у нас все, Макрос? Не знаю. Не пришел. Господа, я прошу шаг. Йоваль Лазаревич, я имею сказать. Но, я не имею таланта сказать красиво, поэтому я скажу от сердца. Да, это понятно. Ну, шо можно пожелать такому человеку, как Йоваль Лазаревич, с его золотой головой, когда у него есть все, что требуют. Ему можно пожелать, чтобы дом его был. Пола, не денет друзей, которые таки пришли поздравить его за вашу силу. Мазунтов! Мое почтение, Йоваль Лазаревич. Я извиняюсь. Имею счастье поздравить вас с вашим днем рождения. Это вам. Йоваль, что ты стоишь? Немедленный телефонер из полиции. Сука, помолчи. Успокойся, заткнись. Миша, хотя мы с вами не знакомы, для меня такая радость увидеть вас в своем доме, может быть, вы поставите то, что вы там принесли, и выпейте с нами? Это, конечно, касается до всех ваших друзей. Миша, я, конечно, извиняюсь, но эта бандура четыре пуды весят. Ну, и поставьте ее, живые держите. Миша, вы всех заинтриговали, что в этом ящике? Йоваль Лазаревич, покорябните инструмент. Костик, давай. Я не понимаю. Не понимаете? Костик, ну, людям не понятно. Ну, расскажи, что это за машина. Это машина Хайрама Максима, калибр семь, шестьдесят два. Скорость работы триста выстрелов в минуту. О как. Пан Садович, я попритеслеждаю эту штуку. Если у вас дело, могли бы прийти и поговорили бы, как умные люди. Так мы за дело поговорим. Ну, чуть позже. А сейчас мы поговорим за вашу совесть. Господа и дамы. Не, ну, как можно вот пить, кушать, когда трудящимся нечего покласть в тарелку? И это при том, что они свергли самодержавие? А вы? Нет. А у меня сегодня день рождения. И я опять вас поздравляю. Ну, шо мне передать трудящимся? Работаем. Шо мы в тишине? Сыхаешь ли? Кошелек ты уже отобрал. У вас же день рождения. Ну, нельзя же так. Ну, нельзя так. Ну, каждый день одно и то. Господин Курин, ну, вы же видите, какое сейчас время. Ну, лучше посидеть дома. Благодавочки. Ну, здоровья. Ну, здоровья. Позвольте, молодой человек. Изя, Изя, отдай доктору Маргуле своего хронометра. Гинеколог такой же пролетарий, как и мой папаша. А пролетариев мы не трогаем. Я извиняю. Здрасте. Господа и дамы, благодарю вас за вашу душевную щедрость. Ваши скромные пожертвования пойдут в мозолистые руки молдаванки и пересы. Ёваль Баби. Ну, вот. Можем теперь поговорить, все дело. Как вы и советовали. Ну, что, пойдемте в другое помещение, может? Ну, пойдемте. Миша. Вы меня убили. От работы впустую вы меня хороните живым. Месье Епман, ну, не берите так близко к сердцу. Это всего лишь деньги. Визя, это таки деньги. Вы меня убили, Миша. Ну, перестаньте уже, Ёваль Владимирович. Ну, что, вы последний год работаете? Или что, люди перестали пить чай с сахаром? Заперли всех, текать надо. Ну, что, там много денег? Да. Ёваль Лазаревич, мы перерезали вам телефонный провод. Так вы не подумайте посылать человека в полицию. Это будет большая ошибка. Да, чуть не забыл. Вы не могли бы оказать мне услугу? У меня к вам просьба. Там в этой машинке оно что-то застряло изнутри. Стрелять совсем невозможно. Вы себе не представляете. Так вы скажите своим слесарям на фабрике. Пусть они посмотрят опытной рукой. А я буду отдельно благодарен. Миша, это приказчик Гепплера. А где музыка, а? Музыку давай! Да ты что?! Миша, помогите! 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 Ну, как? Миша, клянусь гробом своей матери, ты ляжешь рядом с ней. Миша! Бей Кесерова в больницу, чтоб вы его зашили, как ноги! Ну, ты кто такой, чтоб тут гряпкать, а? Что? Ты в руку ссался! А я уже работал! Меня люди знают! Понял? Ты суха! Яша, приберите! Придумайте как! Что ты стоишь? Забирай этого поц! А шо теперь люди будут говорить, шо Миша Японец пошел на мокрое. И главное, все это на пустом месте, Лева. Пулю в живот! Это как? И все это прилюдия. А народу столько, шо это шо-то страшное. Ты опять с ним трешься? А шо нельзя? Еще раз увижу, шо попробую. Понял? Бося, ты че пристал? Я уже не маленький! Бося, а шо какие-то проблемы с преступным элементом? Да приказчики Гепнера! Молтаю, шо кто-то взял у хозяина сейф? Да ты шо! Ну и шо Гепнер? Гепнер молчит! Ну все! А шо ты так смотришь? Я здесь при чем? Может брешут приказчики? Да может и брешут, Миша! Ну, только Гепнер, с чего ты не поехал в завод? А даже на его доктора вызвали. А шо с ним? Припады. Шо ты с сердцем? Да я, наверное, съела шо-то не то. Угу. Этот еще чудак шо пулю словил? Какой чудак? Приказчик Гепнеровский. Ужин обслуживал и пулю словил. Не слыхал? Иосиф! Я в больнице не убыл. Ну и шо он говорит? Ничего не говорит. Ну и все. Он умер? Как умер? Плохо умер. В муках. Иосифа Перчика. Люди Миша и Ермотца, и Лилиосыпа Перчика. Портпельские, Иосифа Перчика. Портпельские, иосифы, идиотненько! Портпельские, идиотненько! Портпельские, Иосифа Перчика. Короченькую моду себе взял убивать живых людей, чтоб он был проклят этот бандит. Привет. Мадам Перчик, я принес вам деньги, мадам Перчик. Как ваш Иосиф служил у меня в заводе, аж двенадцать лет. Вот деньги. Я кладу их вот сюда. А этого японца накажет Бог. Он накажет его, как не оказывал никому. Месье Гепкнер. Хулиганская морда. Бандит, чтоб земля тебя выбросила. Хорошенькую моду себе взял, убивать живых людей. Да не машите руками, простудитесь. Дядя Песь, то я Миша. Вот. Дядя Песь, если вам нужна моя жизнь, то вы можете получить ее. Но ошибаются все. Даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песь. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, где они мучаются, как в воду? И чем было бы хуже, если бы мы жили в Швейцарии, где чистые озера, гористый воздух и сплошные французы? Но ошибаются все. Даже Бог. Я не убивалась. Я плачу за ним, как за родным братом. Какое нахальство! Какое выпиющее нахальство! Он еще вспоминает Бога! О! Стыд, месье Ветнер. В какой несгораемый шкаф спрятали вы свой стыд. Вы имели сердце дать матери нашего покойного Иосифа пятьдесят жалких карбованцев. Так, ну, позвольте. Позвольте. Вы же взяли у меня все. Вы же все взяли. А все. Так, может, мы вернемся на завод, и я пощупаю, что у вас там осталось. Ну, и сто тысяч. Сто тысяч единовременно. И пенсию до конца ее дней, пусть она живет сто двадцать лет. И похороны по высшему разряду. И если вы имеете что-то возразить, то пойдемте, выйдем из этого помещения. Иден, гибн сдохи, сдохи те цеды муэрс. Господа евреи. Давай, отец Доку Евреи, высшее милосердие, истинная милость Это проводить покойного последний путь Как сказали наши мудрецы Я имею сказать пару слов Ну, говорите Господа и дамы, я мало был знаком с покойным, но я скажу от сердца Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков Чем занимался он? Он пересчитывал чужие гроши Как он погиб? Он погиб по чужой глупости Так и так, есть люди, которые умеют пить водку, и есть люди, которые не умеют пить водку, но пьют ее И вот первые получают удовольствие от горя, от радости, а вторые страдают за тех, кто пьет водку, не умея ее пить Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за Иосифа Я прошу проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного, Сему-матроса Этот пустой человек проводил Иосифа до Господа Бога И Бог посадит Иосифа возле себя А с Семой Он сам решит, как ему быть Семой-матросом Король Король Ну, шо, пошли? Нет, я один А ты до хаты езжай Куда езжай? А ты как? Дойду как-нибудь Да, скажи Яше, чтоб взял тебе гроши, Хомонцов, и прошелся по Молдаванке Раздал гроши людям С какой-то радостью И пусть пройдет по самым голодранцам Кравченке пусть дойдет, Махорский, ну, ты сам знаешь до кого Пусть скажешь, шо, деньги от Миши Японца Миш, так я ж думал, шо ты вот эту вот за помощь трудящимся свестишься Миш, на кой нам гроши раздавать? Майорчик, когда людям нечего жрать, не надо труситься за добро Тем более, шо оно чужое Сделай И люди скажут тебе спасибо Отдай хлопцам А не жирно ему будет, Мендель У людей почин Ныхай погуляют, как хотят Сидай Можешь работать А на шо он нам нужен? Ерш, на шо нам такие сопляки? Ну и шо шо он сработал Гепнера? Я бы сам его мог сработать У меня столько людей, сколько работы не будет Сейчас такие времена, шо всем хватит работать Нужно держаться от своей бронжи А я не знаю, на шо он нам нужен Ты не принчи, акула! Мендель сказал, шо нужен И шо шо он сказал? Может, он уже старый И не видит, где резон, а где пусто Может, общество не хочет того японца Цыган, тебе нужен тот японец Ты шо умный акула Можешь работать Или общество не хочет? Цыган Он может работать, Керш Мехай работает Хват Пусть работает Шо ты скажешь, акула Пусть работает Но пусть не лезет на пересопе Я не потерплю никого на пересопе Ты слышишь, что я сказал, японец? Я услышал за пересоп Пусть работает Пусть работает Пусть работает Ты на дело взял, это надо такое? Не, на дело не надо Так а я просто И главное, уже щипать научились Да ладно А Клазкова у меня портсигар принял, я ее не заметил Да надо по соплям надавать Надо, ничего Это я знаю, это его Савка учит Че Савка? Че Савка? Я этого Савку поймаю, я ему Надо и Савке просто надавать Ты обожжи Смотри Берчик, иди сюда Да иди, не бойся Шо? Шо ты там хвастался, шо ты великий Щипач Вон видишь барыши У той шо повыше, но темные волосы Можешь кошелек принять? Шутишь? Да ты можешь или нет Жарат Ну давай В Фанкуне все столики займут Не займут Тем более еще нужно зайти и купить папе ту папу не сексусь Ну Циля, ну давай потом зайдем, а? Софа, ну не конюч Ну Циля, ну правда займут Нам туда Какое красивое платье Какое красивое платье Какое платье красивое, хочешь такое? Опа! Ты смотри какой шустрый шкейк Дяденька, пусти, пожалуйста Какой я тебе дядючка, ну иди отсюда Разрешите вернуть Спасибо большое Ну нельзя ж так барыши, тут кругом работают карманники Да я даже не знаю, как он вытащится Имею представиться Михаил Винницкий Коммерсант Очень приятно, Циля А это моя сестряна Софочка Очень приятно Мне тоже Так если вы гуляете, мы с вами А то кто-нибудь еще у вас чего-нибудь украдет Не, не знаю, просто мы за покупками на самом деле И в кафе В кафе, так и мы тоже до бульвара покушать пиро Да? Разрешите представить, Лев Майский, репортер Очень приятно, Циля А вы в газете работаете? Временно Я вообще пишу Прозу Ой, как интересно, Циля Пойдем на бульвар пирожных покушаем Да я извиняюсь, вы сами как безе Ну так что, вы не согласны А? Господин Веницкий, а мы могли с вами где-то встречаться раньше, а? Да, Одесса такой город, здесь все когда-то виделись Пойдемте Пойдемте Циля, пойдем Пойдемте Я извиня, вы обожжите меня здесь минутку Лева, не дай барышням скучать, а я быстро А вы про что пишете? А, ну, как про разное А про любовь? Софа И про любовь тоже А вы в журналах печатаетесь? Ну, я посылал В разное И что? Что? И ничто Миша Это вам Ой, какая красивая Циля, посмотри, какая прелесть Посмотри, посмотри, как… Ой, часики Это что, мне? Вам Софочка, немедленно вернися Михаилу Софочка, даже не думайте, это от чистого сердца Господин Веницкий, извините, но мы не можем принять такой дорогой подарок От чего? Это неприлично Я вас умоляю! Давайте доедем до бульвара, попьем сельтерский с пирожными И я вас уговорю, что в этом нет ничего такого Ой, Циля, пойдем Ой, подайте мне Увалого Спасибо Какая шляпка Что желаете? Имеются дивные профитроли, эклерчики, это что-то удивительное Ликер Шеридан, ликер Куантро Шампанское, конечно, с завода князя Голицына Клико, опять-таки, настоящее Вчера с парохода Ну, я умоляю, не стесняйтесь Да и ты не жмись Гроши есть Я на минуту Миша, я с тобой Неси все же ты там скажешь Извините Циль, ну что, тебе нравятся часики, а? Прекрати ты с этими часиками, неудобно уже Здравствуйте, Софочка О, здрасте Ну да, добрый день Да Какой шикарный кавалер Да А папа знает, что тот за вами ухаживает А почему вы спрашиваете? Ну, такой кавалер, не фунт изъема Какой такой? Вы что, не знаете? Нет, не знаю Это же Миша Миша Это же Миша и Пончик Пошли Циль, подожди, они сейчас вернутся Пошли, я сказала Извините, дом Сломалочка Да Куклу и часики оставь Циля Слушай, что я говорю До свидания Да Барышни Удалились Видно, дела какие-то Да Даже не покушали Шо? Смылись Я говорил, что тут ничего Слушай, ты не умничай, а Не паникуй, Миша Не паникуй, Миша Миша Я конечно понимаю, но Она же ж это Что? Она ж никогда с налетчиком Да Ну Только оно смотря с каким налетчиком Миша Да, месье Жирмурский У меня к вам дело Очень деликатного Свойства Так Я по поводу вашего визита Ведь оно было же не последним Ну, не знаю Может зайду на днях Да, я так и думал Я буду говорить напрямую Угу Дело в том, что у меня Супруга Она молодая У нее сердце И когда в дом вваливаются среди ночи Неожиданно такие люди, как вы Я хотел сказать Такие симпатичные люди, как вы И ваши друзья Она нервничает И я опасываюсь За шо вы опасываете? Миша, я опасываюсь за нее И поэтому я готов вам дать небольшую сумму Вперед Вперед? Вперед, Миша Вперед Ну, чтобы вам больше не тревожиться А ей не колотиться всю ночь в истерике Я даже готов Делать некоторые взносы Впредь Чтобы вам не беспокоиться Угу Вперед Вперед Хорошо Пусть дождь идет Пусть солнце злится Была б сена Чтоб прислониться Когда здоров Можно счастье ждать Один носок Одна калоша В худом кармане Два-три гроша Когда здоров Можно счастье ждать АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа Вы знаете Я редко плачу с горя А зачем? Но я часто плачу От чувств Потому что такой я человек Когда я вижу Как благородный юноша Помогает несчастной матери покойного сына Я плачу Когда я вижу Как этот юноша Отдает на жизнь вдове Чтобы у ней было Что покласть детям на ужин Так и я опять Я плачу Я плачу И я снимаю шляпу Перед этим человеком АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас Мадемуазель Роза Споет для этого благородного лицаря То же самое Только на его родном языке Делайте Роза А бисел лакен А мог мид фрайда Шнепсен макен А бигезен Кен мэнклиг лакзайн Эйнер сейха ширес Эйнер сейх гибирес Айне мэнди гансе ве Эйнер мэнглс гансе ве Эйнер Майорчик, а что там письмо отнесли? Марик отнес Ну Да никак Три дня уже Обидно Да может зря все это Что? Ну вот то, чтоб они сами платили Ну, другое дело на лед Пришли, позабирали и все Все понятно, все ясно А то, чтоб они и сами гроши приносили Такого никогда не было Этот Рухимовский думает, может что кто-то шутит Принесите мне пятьдесят тысяч Майорчик, такого не было, так такое будет Я им не мальчик, чтоб бегать по ним по ночам Да и им спокойнее заплатил и дыши Ну, Рухимовский то не ответил А это он зря Раз он строит из себя Ротшильды То пущай потом не плачет А биссел лахен А водки спрай Да шнепсен вахен А ви гезин Кэн мэн гликлах зайн А ви гезин Кэн мэн гликлах зайн Руки вверх Руки вгуру Только не стреляйте Ты письмо получил? Письмо? Какое письмо? От японца От японца? Ты шо заик? Получил или нет? Да А шо не ответил? Гроши приготовил? Я думал, что это шутка Шутка Кто ж так шутит? Только скажите Пятьдесят тысяч За что? Да за то, чтоб тебя никто не трогал А теперь, заметь, тебе это все выйдет дороже Ну шо вы встали? Работаем Пцацки А еще и гроши Забирай Простите, но вы же писали Пятьдесят тысяч и все Так ты же не ответил Да Не ответил Значит, слушай меня, Рухимовский Будешь отслюнявливать Каждый месяц по десять тысяч Как? Как? Никак По десять тысяч по-божески Десять тысяч по-божески? Десять тысяч каждый месяц? Когда нет никакой торговли Значит, буржуям своим передай Пусть я готовится Рувим Яковлевич Не провожайте Мы сами Понял Ой Рыбой носилой За что? Зараз не идет Ты подавай Не идет Так ты подавай Да я подаю не идет, зараза Сейчас брошу Чурбачок надо было поставить Чурбачка ему Пошло, пошло Пусть Бог спал Чуть глаза не лопнули Пошли Сплинта встравлять Сплинта встравлять Мотя, иди приготовь, что там есть Руки уже не те Шо это за новая мода Брать с людей гроши Да я так подумал А пусть платят И нам хорошо, и им спокойно Но мы ж не полиция Шо брать с людей боксишь Пан Менбель, мы не полиция Мы лучше За нами порядок А шо как мальчикам бегать вот это каждую ночь И людям нервы трепать Зачем? Легче договориться Это если кто не согласный, тогда конечно Раньше в Одессе такого не было Я старый человек Нет, ну может оно и хорошо Может я не буду иметь против Но надо послухать, что скажет общество Пан Менбель, общество будет довольно Половина с того, что мы будем собирать, будет идти в общий котел Ух ты! Слепые коза в побаче Мотя! Сохавай куда-нибудь Я понимаю, когда я плачу полиции Я понимаю, когда я плачу таможне Я понимаю, когда я платил жандарман Ну, когда мой Боренька Бляпался бы эти эссеры Будь они прокляты Ну, с чего? С чего платить бандитам? Это невозможно, что такое Жили без японцев Да, нас грабили Грабили Еще как грабили А кого не грабили А теперь нужно платить заранее Заранее Нет, 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 нет Мне это в голову, в голову не заходит Так а вы платите, месье Рахимович Они и не придут Арон Израильевич Вам легко говорить Он вас не трогает Вы гинеколог! Да, не трогает Этот японец человек с принципами Принципы Месье Верман А вам присылали письмо от японца Вы знаете, господа, нет Нет, вы знаете, я Я сам удивляюсь, почему Нет? Нет А с меня он требует пятьдесят тысяч Как будто я печатаю эти проклятые деньги Лучше, подайте коньяку Шустовского И шоколаду Месье Апроль, а вы что молчите? К вам никаких писем не приходило? Приходило И что? Двадцать тысяч Пишут, что придет человек Отдать ему Двадцать тысяч? А с меня Он требует пятьдесят Хватит! Че, Врахимовский Не надо ровнять наши доходы Японец знает, кто миллиончик, а кто… Да Так вы будете платить? Господа, только между нами Мой свояк Капитан Родежки Да, ну да Служит в полиции Так он говорит, что надо делать засаду Ладно Вы смелый человек Месье Апроль Я японцу не дам ни копейки Господин Родежки Господин Родежки Господин Родежки Пане Бруль Куда на чем-то… Пане Бруль Пане Бруль Я вас слушаю Моя честь Рекомендувати с прапорщик Корсакова Виткапитана Розьевского Обожди, мы сейчас откроем Главнин Брониславович наказал проинструктувати вас насчет засады Милости прошу Тихо Ну разве так можно, а? Хозяину ломбарды нельзя быть таким доверчивым Месье Пруль Месье Пруль Яша Костя, оставьте эти мансы, месье Ну зачем эти церемонии между нами евреи Ну если б я держал вас за идиоты, я бы и писал вам как идиот Ну а я вас за такого не знаю, упаси Бог меня вас за такого знает Не, ну как вам не стыдно, а? Ну до вас пишут, как до приличного человека Уважаемый, господин Пруль, извольте, позвольте А вы и побежали в полицию Миша, произошла чудовищная ошибка Да не, главное выдумали какую-то засаду Я… Что? Я в шоке Не, ну я на первый раз закрываю глаза Ну не дай Бог вам еще раз такое удумать Вы меня поняли Я вас внимательно понял, Миша Можно? Можно Мы так договорились, да? Договорились? Конечно Пять тысяч каждый месяц Договорились Всего доброго, Миша Я так разумею, что японец – правильный хлопец Он все справно делает Денег взял хорошо, принес пользу обществу Наладил, чтоб его краю проценты торговые платили Надо, чтоб и другие платили С Пересипи, Лонжерона, Фонтана, займешься? Как скажете Погоди, погоди, Герш, а чего он на Пересипи? Пересипь – мой край, я там всех обложу Будут платить, даже больше Твой край Но и гроши будет собирать японец Он сделает это так, что люди не обидятся Как хочешь, Герш А я не согласный Не согласный А я не пытаюсь, согласный ты чинить Гроши будет собирать японец Лэй-хай 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 Ну, шо встали, как бараны? Шо, шо… Пойдем Шо, шо, братух, шо, шо случилось? Япония скоро На Пересипи целятся, сучонок Шо-то я не понял Как? Дай Как так? А вот так А Герш ему в рот глядит Ну, ничего Ну, ничего Не с такими мерились Не таких в крови купали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Аликс Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почтение, японец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Положили. Так что знайте, я работаю с двух третей. Ну, это же бесчестно. Товарищ, это же… это грабеж. Да я тебя, сволочь! Ваня! Заходите, если что. Говорил я, надо было с Мишей работать. Винницкий такого бы никогда не сделал. Слушайте, все они одинаковые, уголовная мразь. Миша сидел по политической. Он не такой. Товарищ Мухов, вы можете с ним поговорить? Думаете, он согласится? Уверен. Нет, Ваня. Ну, шо оно мне надо все, а? Ну, у вас своя бронжа, у меня свои дела. Я же говорил, политика — это мина. Да при чем тут политика? Я же тебе говорю. Экс-рапри… Эксы! Нам деньги нужны. Ну, ты же все равно это как… Что все равно? Крабишь! Рая, пойди погуляй. Ну, и ты бы мог нам помочь. Революции помочь. А мне какая с этого польза, чудак? Я и без вас справляюсь. Вот это ты зря. У нас свои люди повсюду. Мы иной раз такое знаем, чего никто не знает. Мы и акулу навели на хорошие деньги. Так он, сволочи, обнаглел. В общем, комитет решил работать с тобой. Соглашайся. Ну, ты пойми, что власть все равно будет наша. Ты-то этой власти будешь не чужой. Да все, не приставай. Я сказал нет. Ну, все. Мишка. Ну, с акулой хоть поможешь? А шо там с акулой? Списать его требуется. Вот тебе здрасте. Комитет постановил, вчистую списать гада. Он же нас предал, получается. И знает всех до одного. В общем, его решать надо. Ну, и решайте. Я-то здесь с какого боку? Ты ж говорил, что он и тебя. Ну, ты его и… Ваня, запомни. И своим скажи, что Миша японец на пустом месте мокрое не разводит. Если там акула на меня гавкает, так шо ж мне его теперь резать? Миша. Пойми, акула мне тоже поперек. Только не так, шо бы стрелять. Так шо с ним сами. Понял? Понял. Ой, я десамава, ой, вести таяр, вести гид. Ой, я десамава, гвалтых бейт нордих. Миша. Миша, скажи за меня майорчику, шо он делает, а? Чего ты орешь? Ты почему не в люле, а? Да я на дело ходил. На какое ты дело ходил, делец? А шо смешного? На такое. Я слыхал, как они сговаривались и пошел за ними. А майорчик увидел меня и погнал. Ну, и правильно сделал, шо погнал. Ну, а шо правильно? То правильно я тебе сказал, не суйся. Куда они пошли, я не помню. На греческую. Ну, пойдем проводишь. Все равно не спать. Да что? Да что? Да что? Да что ты сказал? Иди до сейфа. Да что вам надо? Господа сейфа. Я отдам. Я отдам. Я прошу, не делайте зла. Давай, давай. Беги. Беги. Миша, Миша, вы почему у меня не дождались, а? Барский сказал, шо дело срочное, надо. Папа, тут дверь клубит. Сынинджа. Шикарный вид. Уже? А шо вы пустые? Тут такое шо? Не знаю, шо делать. Изя, а ты куда меня притащил, а? Только шо? Миша, 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 тихо. Так это ж барчики навел. Я-то при чо? Ты шо, из-за дочки из-за его шоли? Да ты… А что ты не мог сказать, что это дамерманом? Да я откуда знал, он мне сказал, что у греческого все надо? Да отпусти ты! Давай, давай, давай. Дороги. Да я тебе и говорю, я откуда, я откуда знал. Он мне не сказал. Дороги. Он мне не сказал, он мне сказал, что у него в магазине. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да крови, зараза. Ты шо, сразу врывы? Ой, да ладно! Да шо, ладно эти шо, пацаны шоли? Извини! Извини! Еще при этих… Да я сказал, извини! Изя, ну шо, ты не мог спросить у Барского, что мы идем до Аверманов? Изя! Изя! За мной! Изя! Да-да, вы куда? Как куда? Помочь? Миша, ты шо, ты там не будешь помогать, Леша? Сидите уже! Миша, руки! Ну, как же уж вам он в одну раз? Не шумите вы, я к нему по такому делу, что он в раз поправит. Ну, как же он поправится, если ночью был налет? Месье Аверман, мое почтение. До вас, пан хозяин. Бог мой, вы опять? Только не думайте бояться. Я к вам по такому делу, что вы моментально обрадуетесь. По какому делу? Давайте мы сядем, и вы сами все услышите. Но я не одет. Это мне не важно. Так я сяду. Пожалуйста, Феля, примите вещи. Вы покушать идите, и там уже девочки… Идите потом. Потом. Все, пострили. Потом. Месье Аверман, вы знаете, кто я? Да, я знаю, кто вы. Вы Моисей Винницкий. И вы Миша Японец. Все так. Но, может быть, вы не слыхали за главное, что я не бросаюсь словами. Так вот, я хочу сказать, что я извиняюсь. Но то, что было сегодня ночью, это была страшная ошибка. Не дай Бог еще такую ночь. Но жизнь идет дальше, месье Аверман. Но вы согласны, что она идет дальше? Конечно, я согласен. Она идет… Так вот, уже нет. Она встала. Да нет, для меня она встала. Месье Аверман, отдайте за меня вашу дочь. Что? Отдайте за меня вашу целью. Да я не могу говорить, хорошо? Но я говорю прямо. Я хочу жениться на вашей цели. Как жениться? По всем правилам. Со всеми причиндалами. В Бродской синагоге. С гостями, с песнями. И клянусь, это будет самая шикарная свадьба за всю Одессу. Послушайте меня, месье Аверман. Я молодой, но я уже начал. И я пойду далеко. У вас будет десять магазинов, месье Аверман. Я уговорю ваших конкурентов, шо торговля – это не для них, и прикрою их лавочки. Ни один вор не будет ходить по вашей улице. И зять Аверман, у вас будет король. Король. Миша, а не какой-то сопляк. Ну, Миша, вы за это скажете. Я не знаю, что вам сказать, Миша. Миша, вы отказываете мне. Я не сказал нет. Я не такой храбрый, Миша, чтобы говорить нет. Но, я не говорю и да. Так и каков ваш ответ? У меня его нет, Миша. Откуда он может быть? Месье Аверман, я начинаю нервничать. Я когда не понимаю, всегда нервничаю. Миша, Миша, я вижу, вы благородный человек. Так и я не хуже. Идите к ней. И спросите ее. И если она скажет да, я не скажу нет. Вы сумасшедшие? Как вы смеете такое говорить? Даже думать такое? А что я такого сказал? Папа, вы зачем его сюда впустили? Сыночка, как ты разговариваешь? Вы что, действительно думаете, что я буду замуж за бандита? Я не бандит. Да? Как интересно. Врываетесь ночью с оружием. Папа чуть не умер, у него сердце. Это было недоразумение. Недоразумение. Как мило. Вы что думаете, я вас не знаю? Я вас знаю. Я вас вспомнила. Это вы, может быть, меня не помните, а я вас вспомнила. Вы уже врывались в наш дом с револьвером. Давно. Но тогда вы были просто босяк. А сейчас вы настоящий бандит. Циля. Я сказал, я не бандит. И вы имеете наглость думать. Вы смеете надеяться, что я выйду за вас? За Мишу японца? Почему нет? Вы сумасшедший. Значит, нет. Так я скажу. То, что вы тут окричали, то мне начхать и забыть. Что? Что слышали? Месье Аверман, накапайте уже вашей дочке то, что у вас там в пузырьке на подоконнике. Миша, я вас умоляю. Главное, не берите это близко к сердцу. Да, это я вас умоляю, месье Аверман. Я не беру к сердцу, если тут плевать на мое сердце. А вам я скажу. Поглядим. Прощайте. Адьо. Миша. Шляпа. Миша. Шляпа. Миша. Шляпа. Думает парень ночь напролет Тули девчонку в жены берет Можно влюбиться и ошибиться Ах, если правду знать наперед Тумбала, 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 лайка Тумбала, 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 ла-ла Шпиль балалайка, тумбала, лайка Так неудобно, так неудобно И с Башки знает все Но тот, что Миша имеет до дочери Агермана Моя ж не интерес, откуда? Тумбала, 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 лайка Тумбала, 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 ла-ла Шпиль балалайка, тумбала, ла-ла Когда я знаю, что за ней ухаживает сын Аронелла Лернера Это не в обиду Миши, но Лернер это неплохая партия Лев Якович, забудьте, сейчас не об том Это легко вам сказать, забудьте А я ночью не спал, когда знал твою душераздирающую неприятность С Барским просто такого не было, вы понимаете, что это такое? Да перестаньте квахтать, извините Тумбала, 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 лайка Субтитры подогнал «Симон» Тупала-тупала-тупала-лайка Тупала-тупала-тупала-лайка Шпир-балалайка Тупала-лайка Шпир-балалайка Тупала-лайка Принеси рюмашку Майорчик, да сядь ты, да что ты прыгаешь, как мальчик Изи Ну ты пойми, мне этот сюрприз с Саверманом У меня же нервы А что ты делаешь такую морду, как будто я тебя ударил Ну хорошо, ударь меня Ударь, прям тут при всех Хочешь я сам сейчас ударюсь Шо ты придуриваешься Ну извини, Изя Ну правда Да ладно Поехали Парень, тебе я скажу не шутя Камень растет без тепла и дождя Вечно гореть любви суждено Плакать без слез сможет сердце одно Тупала-тупала-тупала-лайка Тупала-тупала-тупала-лайка Понимаешь, шо ты главный, шо ты король То, конечно, мы же с тобой друзья, а не так «Здрасте, до свидания» Ты помни об этом? Не, Майорчик, ты мне не друг Ты мне брат Ну шо, Гриня, повидался? Илья Давай бегица Так он мне имел сказать, шо японец на Пармановский лабаз нацелился И шо? Сегодня ночью буду брать Я шабера до уголовки послал А этот гнус, шо японца сдал Да Ну шо, грошей хочет Да я шо-то не понял, грошей ему вроде бы не надо Может, у него японцу какой-то интерес Я шо-то не понял Ладно, будем поглядеть Пошли Мадамочка, купите рибу, свежая риба Куда? Дары, мадам, мадамочка, стой, куда же Ну шо, папаша, показывайте Вот тут Все покладено Вижу Во Твид Ты смотри Сажевый Данигаль в Сармании Папаша б за такую давился бы Кто ваш папа Яша? Костя, ну ты даешь Ты шо, не слыхал за такого закройщика Матвея Пальчика? Ты шо? Яша Не имейте привычку болтать на работе Выносите Яша Не устраивайте беспорядки Спокойно Не дергайтесь Порсе А ты как тут Руки Руки Ну Ну и шо дальше? А дальше все Выходите, кидаете стволы на землю и едем в тюрьму Какую тюрьму? Тут все оцеплено Так шо без дураков А если нет? Я тебя предупреждал, шо выстрелю Ну шо, пойдемте Стоять Яша Забери этих и пойдите подышите А драконы твои там не постреляют нас? Там никого Я один Пиндос Ну шо встали, идите погуляйте Яша, положите этот хлам на место Ну, ты даешь, Ося Сейчас уйдешь В другой раз не отпущу Так в другой раз я уже не попадусь А с откуда узнал? От акулы напели Из чего это он тебя так не любит? А акулы с откуда узнал? Думай Думай Он же никто не узнает Проснал за лабаз и послал кого-то со своих до оси Потихоньку Вот откуда, а? Кто с наших спелся с акулы? Где у вас? А если бы Ося на принца пошел? Он же такой, шо может… Против нас не может Ага, не может Да ладно, дело не в оси С акулой надо кончать Да ладно Ну Говорили же мне умные люди А я кабенился Кто говорил? Да не важно Я ему сразу поперек горла встал Так шо разом нам в Одессе не жить Гриня 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 Он просто не знает нашей Кати. Идите, она мечтала с вами познакомиться. Со мной? Да, да, иди. Что это? Господи. О, Миша, ты думаешь, что ты король? Ты думаешь, что тебе здесь все можно, да? Я думаю, что тебе пора в люлю. Что? Да тебя, мой брат, знаешь, как… Гриня, пойдем уже, а? Если тебе Герш все позволил, значит, тебе все можно, да? Да тебя, мой брат, как кутенка, как кутенка. Гриня, уходим уже, все, Гриня. Я сам, сейчас. Ну, такой горячий молодой человек. Ну, разве так можно, чтобы такие молодые, славные люди и так собачивались? Гриня, пойдем наверх, пойдем. Там Катя по тебе скучает. Пусть, пусть сдохнет ваша Катя. Ну, зачем? Ну, зачем? Извиняйте, японец. Вот дуракон. А я вот думаю, может, и правда стоило его для почину. А потом и его брата. Илью, что вы так бойкаете, я же вздрогну? Миша. Ну, а что вы такой дерган? А вы шо улыбитесь? Ну, пугали артисты Мы не извиняемся, мы не специально Простите Миша, что за идиотские розыгрыши? Моя, у меня нервы, Миша. Ле, тут такое дело, по зарезу жду вы и ваш талант Что? Тут неподалеку живет барыша, которая едет в реку Наступает вечер, а кругом зелёная весна Вечер обещает радостную встречу Радостную встречу у окна Сдумай вставать! Циля, да я хочу посмотреть кто там! Да ладно, я сказала! Циля, выключи свет! Не подходи к окну! Встречу у окна Соба, отойди от окна! Циля! Циля! Ну ты что, так и не выглянишь? Даже не подумала А я не выглянула А веска глянет из окошка, милая, хорошая моя Господи, какая пошлость! Да почему пошлость? Очень даже романтично Ну вот и выглядывай, Софочка Да вот и выглядеть, Илечка Папа! Папа! Ну сделайте уж что-нибудь! От людей неудобно Послушайте, Миша, мне кажется, это не годится Твой номер шестнадцать Миша, я серьезно, это дешевый фокус Здесь нужно что-нибудь такое теплое Я тебя прошу, не мельтеши Или я имею чувство к девушке, или девушка меня не стоит Ты лучше скажи, как будет любовь по-французски Жетем Жетем Прошу прощения Прошу прощения Я прошу прощения Лайзер вы чудо О, месье Аверман А шо ваша дочка еще не спит? Она не спит, и она стала такая умная, что чересчур И она не уважает своих родителей Ну, это пустяки, Миша Главное, Миша, что она не уважает вас И ваших благородных намерений А шо она говорит? Мне так неудобно Миши, что она говорит Она говорит, что вы перестали иметь к ней интерес Извините Это так по-детски, Миша, она еще ребенок Ладно Шикарный вид Месье Аверман, а вам везет на цветы в последнее время Маэстро, прекращайте шуметь Кругом люди спят А вот мне интересно А кого хочет ваша дочь? Она хочет графа Так вы ей передайте, шо граф этой семечке, когда до нее просится король Люди, шо вы там стоите? Поехали уже Мое почтение Мое почтение, Миша Поехали Сейчас вы будете смеяться Сегодня утром до моей мамы пришли двое Офицеры Ну, такие молодые, красивые, дезунторы Мало того, они пришли не одни, они пришли с пулеметом И говорят Мадам Лавандовская Красные под Одессой Мы устанавливаем у вас в окне эту машинку Ну? И как вы думаете, шо сделала моя мама? Правильно Моя мама их выгнала Как так? А шо скажут соседи? Римочка не замуж же А у нее в окне строчат какие-то незнакомые мужчины Не бывать Везьми их Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Да пригнись ты, босс, обдушую мать! Да пригнись ты, босс, обдушую мать! Ну? Да вы что такие? Да мы здешние! Вот он садик! Майорчик, а сколько у нас гранат? Да не возьмешь тут гранатой! Не достать! Изя, покажи флоту, кто у нас тут на хозяйстве! Где ж майорчик-то, а? Ну, хватит палить! Береги патроны! Сбежал флот майорчик! Майорчик не стати! Сбежал флот майорчик! Майорчик не стати! Вперед! Эй, Миша! Эй, хорош там валяться! Миша, Миш, отсюда шикарный вид! Чисто сработало! Ну, солидная фирма! Миша! Дымченко! Алмаз! Спасибо, товарищ! Миша! Миша, отлично! Миша! Береги патроны! Мишка! Мишка, смотри, что я нашел! Что там? О! Яша! Ты посмотри, это же моя история Да ну! И Миницкий, политический И фотографии Ты смотри, красив, как бог Не то слово А дай-ка я пойду мамашу покажу Эй! Что ты маму расстраивать будешь? Хе-хе-хе-хе Отрекемся от старого мира Давай А ну! В одну ширину остановись! Так! Оп! Здесь нам поаккуратнее Аккуратнее Аккуратнее Ну шо, Вася, прикрыли твою лавочку А? Отпусти Кого? Этих? Ну шо, дядя Баев? Ну шо, дядя Баев? Ну шо, дядя Баев? Ладно, басоты! Не чипайте господ офицеров! Нехай себе шлепают до дома! Че мы стоим до свидания, целоваться не будем! Ось, божди Пока Ну и шо будешь теперь делать? Спать Тоже дело А может до меня пойдешь? Это вред Да это я так спросил! Это я так спросил! Я думаю обождать! Ну как обождать? Как обождать? Они же сказали, что они все будут реквизировать! Они уже приходили! И как? Как? Забрали все! Все, что смогли унести! Ну вы думаете, надо оставаться? И они долго не будут! Я думаю, что они будут! Но я думаю, что они будут недолго! Ну все, Гекнер, так мне хватит и недолго! Направляю не надо много времени! Пришли, забрали, убили, это надо долго! Значит вы думаете, все же надо ехать? Так отстаньте! Я сам сломал голову! Ехать, не ехать! Я думаю, надо не ехать! Я думаю, надо посмотреть! Хотя смотреть на такое, никакого удовольствия! Господа! 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 Где острый? Договоритесь быстрее! Жди, жди, жди! Миша! Я извиняюсь за беспокойство, я на минутку! Тут… Что это? Это, ну так, знаете, немного покушать! Такое время сейчас, что лишним не будет! Цылья! Опять вы? Папа, а что здесь происходит? Цыльечка, это Миша! Миша привез продукты! Что? Что это? Это? Курочка! Хорошая курочка, жирная! А зачем вы это все принесли? Возьмите это все и уходите! Мадемуазель Цылья! Цыльечка, милая, я умоляю тебя… Папа, вы что не понимаете, что это все награбленное? Ты шо ж такое-то, а? Цылья, как тебе не стыдно? Мне стыдно? Это ему должно быть стыдно! Это вам должно быть стыдно! Люди в городе голодают, а вы грабите голодных! Я? Скажите, не так! А с чего вы это взяли-то? А откуда это все? Это? Припасы! Припасы? Да! Вот возьмите эти припасы и идите! Знаете что, если вы хотите орать, то хоть заоритесь, ясно? Что? Что слышали? Если я принес вам покушать, то это не значит, что я взял это у голодных! А если вам оно не нужно, то можете хоть выкинуть! Или отдайте кому-нибудь! И жрите одну мамалыгу! Сколько хотите! Пошли! Ты не обязана выходить за него замуж! Могла бы хотя бы сказать спасибо! Папа! Передайте вашей истеричной дочке, что я не имею желания больше ее беспокоить! А если она волнуется за голодных, то пусть не волнуется! Голодных мы накормим! Мишенька, не перейти к сердцу! Я вас умоляю! Спасибо вам огромное, Мишенька! Граждане революционной молдаванки! В то время, когда всем плевать на то, что трудовой народ не имеет пожрать! Миши и понши! Мне наплевать! Да! Поэтому, поэтому выпивайте и закусывайте! И не хавайте запаху лишнего и имейте соль! А то у вас тут до черта колбасу всего два пуда и то ест! Да! Ты смотри, как они набросят, майор! Платают, как чай! Уже, дядя Саня? Кажешь! Сала на столах немало, дядя Саня! Дядя Саня, ну какое сало? Откуда оно будет сало? Ну а шо? Ну шо, шо? Где евреи, а где сало? Ешь, давай, комбаса! Вечер, вы сведневы! Лопы еще дают! Я тебе скажу! Лиха! Дай Бог, дай Бог! Дай Бог! Дай Бог тому, кто заслужил перед Богом такого! Ида! А то я не заслужил! Или мой мэйр не заслужил перед Богом? Не, ну мадам глупая, ну чего я хочу? Чтобы мой мой сын служил где-нибудь в лавке Был достойным человеком! Но когда все рады, шо он бандит! Ну так нахай будет уже бандитом? Мэйр, геник что ли? Шо геник что ли? Вечно геник что ли? Замолчи, в свою роте! Не порти у тебя праздник! Мэрчик, ты что совсем очумел, а? А шо такое? Я тебе дам шо такое поставить в бокал! Так посмотри, она ж не гребка! Мэрчик, дай ему взлоп, а? О confort! Ха шоу! Офигурство! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А кто? Наш А вытрусим этого ображу из ящика! Открой за мной, браты! Ну шо, гниды, поздоровкаемся! Что там, женщина? Да не дрее в гимназию, я ж только причесать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, дорогому покойному! Яша, скажи Натану, чтоб отвез инвентарь до Лейфа. Ему сегодня двоих хоронить. Миша, Миша, беда! Там до Аверманов идут! За мной! Быстрее! Держи, держи! Стоять! Миша, 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 где девочка? Миша, там! Миша! Держи, держи, держи! Миша! 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 Э, эх, эх! Миш! Целинечка. Субтитры создавал DimaTorzok Господа офицеры, господин генерал-губернатор Гришин Алмазов. Ваше высокопревосходительство, честь имею представиться начальник одесского гарнизона полковник Гриневич. Ваше высокопревосходительство, имею честь представиться начальник полиции, полковник Геловадник. Господа, прошу следовать за мной. Господа офицеры, докладывайте, господа. Господин генерал-губернатор, осмелюсь доложить. Город полностью под контролем войск добровольческой армии. Последние очаги сопротивления подавлены. Благодарю вас. Мне это известно. Также мне известно, что в городе прошли погромы. Это недопустимо, господа. Ваше высокопревосходительство, народ в праведном гневе, войска не в силах противостоять. Я повторяю, это недопустимо. И мне странно, что вы этого не понимаете, господин полковник. Виноват, но… Мы законная власть. Озлоблять население – это преступная глупость. Погромы пресекать, вплоть до применения оружия. Слушаюсь. Вы свободны, господа. По аппарату. Черт знает что. Так точно. Алексей Николаевич, сообщает адмирал Данцель. Эскадра союзников встала на одесском рейде. Хорошо. Вы думаете, это я живу в Одессе? А так и нет. Это она живет во мне. Это же не город. Это же апельсин. Сегодня утром я делал променад. Так я вам так скажу, это уже не Одесса. Это лучше, чем Одесса. Это уже Марсель. Это Париж. Это Монте-Карло. Йоперный театр. На бульвары все только ходят, кушают и говорят только по-французски. Так я вам скажу. Не просто так. Я скажу, как вы знаете, с душой. Мерси вам, месье союзники. Либерте, эгалите, крутерните. Что означает? Выбивайте и закусывайте от вольной масти. И делайте, девочки. Порвался порт французский теплогог. В сиянии своих прожекторов. И свой подкинут борт. Зашли гурбою в порт. Четырнадцать французских моряков. Идут сундулица по темным улицам. И клеши новые ласкают брызг. Они идут туда, где можно без труда найти себе женщин и вина. Где пиво пенится, где пить не ленятся, где юбки узкие трещат по шмалу. Отчаянные чудаки. Здравствуйте. Седайте. Нашеваня. Как там революция? Уже скоро или еще подождем? Это все ненадолго. Месяц. Может, нынче. А, ну. Давай два пива. А вы-то теперь как? В подполье. Ты же знаешь, нам не привыкать. Знакомьтесь, товарищ Фельдер. Саша. Майорчик. Миша, мы не просто так пришли. Разговоры есть. Ну, товарищ Винницкий. Комитет готовит восстать. Нужно оружие. Очень много оружия. Ну. Угу. А я-то еще могу. Я же сам как последний голодранец. Миша, французы завезли в город много оружия. Вы знаете, как его достать. Миша, французы завезли в городе. Ну и что? Вы можете помочь. Да с откуда вы? Миша. Товарищи, давайте лучше пиво. А то затеете свою революцию, а потом не знаю, будет пиво или как. Миша. 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 Еще и гранаты. Ну, вы даете. Ну, хватит дурака валять. Ниша, давайте говорить серьезно. Вы же помогали нам брать власть в городе. Ну. И надо дальше быть вместе. Классовы, вы близки пролетариату. Сами из бедноты, так? Ну. Ну, так и помогите нам скинуть власть помещиков и генералов. Ну, хорошо. Сколько? Что? Ну, сколько за оружие? Миш, а вам не стыдно наживаться на революцию? Суфь, полна. Не-не-не, не стыдно. Я же не идейный. Я по коммерческой части. Сколько? Ну, честно говоря, я думал… Денег у нас не много. Правда, скоро должен приехать один человек наш. Слушай, и вот он… Если нету в доме денег, привяжите к заду веник, привяжите и метите. Наметете – приходите. Общий привет. Спасибо. Добрый день! Спасибо. 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 Нарядные. Все таки умеют они фасон держать, а. Не то, что наши, хлопцы. Чистый генерал. Капитан. Да? А так и не скажешь. Капитан Девиль, начальник арсенала. А они же на карантинном арсенал устроили. Да ты шо? Да. Два дня ящики тягали. Еще много натягали. Шнадцать подвод, говорят. Хлопцы, говорят, ящики вроде с подвинтовок. А эти малоимущие у нас за оружие интересовались. А тут такое добро пропадает аж завидно. Костик, а ты же у нас француз настоящий. Костик, а ты же у нас француз. Костик, когда летает аж завидно. Костик! Костик! Костик, а я ругоду. Костик, а я ругоду. Костик, а я ругоду. Печати сOlни. Мадемуазель… 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 Мадемуазель Маруся… 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 О, Дио! Константин! Знаю, 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 знаю… Мудороженький, что лапузен! Он говорит, что пора в на-ми-ра! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Капитан Де Виль, к вашим услугам. Костик, а как будет любовь по-французски? ЖТМ, Раечка. ЖТМ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проградники! 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 Черт знает что, господа! Полковник Дюшан тут же доложил генерал-губернатору и он в бешенстве! Шестнадцать ящиков пехотных винтовок Лебеля! Патроны! Я чувствовал себя мальчишкой, господа! Есть основания полагать, что все это оружие ушло в бандитское подполье Большевицкое Молчать! Тельбассаж Вот родненький! Здравствуйте! Ой, Миша, вот родненький! Вот спаситель наш родненький! Ну ладно, ну что вы, ей-богу! Ну все! Я извиняюсь, это здесь Лазаре? Миша, и вы еще шутите! Как вы? Проходите! Целярка! Как вы? Больно? Ой, да ничего ей не больно! В этом мой сгуба! У нее нам вообще голову разбили! Софочка! Ой, знаете как больно! Больно! Да! Миша, а вы того бандита убили? Что? Что вы такое говорите? Миша, Миша, я хотел поблагодарить вас! Миша, это был такой ужас! Мой Бог! Когда бы не вы, Миша… Месье Аверман, я вас умоляю! Ну, забудьте за эту чепуху, как за страшный сок! А как вы насчет прокатиться? Что? Куда прокатиться? На море! Заодно голову вашу пошкрябанную ветерком продают! Одна ж польза! Да и погода такая, что просто шикарный вид! Ну! Ой, на море! Целяр! Ну, море! Целяр! Лошадка, кушай цветочек! Кушай! Так она ж не голодная! Она ж с утра так порубала, шея теперь нескоро кушает! Ой, лошадка! Лошадочка, кушай! Цветочек! Да все я понимаю, что вы говорите! Вы думаете, взялся шалопайными любовью? Я не считаю вас шалопаемым! Кать, я ж бандит! Только я вам так скажу, ше по мне лучше так, чем в лавке с кислой мордой сидеть, чужие гроши пересчитывать! Да и время сейчас такое! Какое? Веселая! И жизнь моя тоже! Веселая! Веселая! А то! Роман с приключениями! Лошадка! Лошадка кушает цветочек! Он же вкусный! Вкусный! Что ж вы его молочаем-то кормите? Он же горький, не дай бог! Что? Что горький? Попробуйте сами! Ой! Правда горький! Софа! А где Миша и Цилек? Куда они делят? Папа! Да шо вы волнуетесь? Они вон у моря прогуливаются! Ой! Какая умилительная картина! Тыля! Миша! Папа! А вы… Я вам так скажу… Я не знаю, как оно там будет дальше, шо оно там будет, как… Но вот вы и знаете… Вот вы меня вспомнили, как я тогда прибежал до вас… А я не забывал никогда… Как вы посмотрели на нее… Как окошко открыли… Эти десять лет проклятых каждый день за вас думал… Каждую минуточку… Клянусь… Думал, вернусь, все в жизни переменю… А потом приду до вас… И вы на меня посмотрите… Ну, немного не вышло… А раз не вышло, то шо ж теперь… Ладно… Пойдемте, а то папаша ваш уже спекся… Ну, шо ж вы делаете, вы ж ножки замочите… Да ну и что… Ну, как шо… Мне ж придется нести вас… Придется… А вы что… Не донесете… Я-то донесу, да вы брыкаться будете… Да? Не знаю… Их другов дырка ин ха… Ну, шо можно уже нести… Конечно… Только вы сначала догоните… Что вы говорите… Ну, шо… Ну, шо… Ай… Ай… Я так тебя люблю… Ну… Что зла не помяну… Я все перетерплю, прощу твою вину Я так тебя люблю, что чувствую сама, что я схожу с ума, с ума Но я люблю, велиходы в цифли, цирзайну в любви Тут другое дело У меня в кассе скопилась небольшая сумма И? Не сказать, что очень большая, но сумма приличная Так вы? Так я решил, что плохо, когда деньги валяются где попало Вообще-то правильно, потому что деньги не должны лежать впустую, они должны лежать правильно Но времена такие паршивые, что в Одессе для денег приличных мест совсем не осталось Так и что вы предлагаете? В Константинополе есть пара-тройка мест, куда можно покласть деньги под довольно приличный процент Был бы очень вам благодарен Но это может сделать только один человек Кто? Мой бревянник Костик? Другой Ну, Бог не дал мне сына, зато дал сыновей моим сестрам Дотик Дотик, в городе его никто не знает Он как неделю приехал с Киева Я клянусь, это будет Ротшильд Ну, и что может он? Ну, я скажу, что он может Только ему тоже надо помочь Сто тысяч Вы не обижайтесь Но я хочу, чтобы он уехал с этой страны Но если вы дадите ему сто тысяч и поможете пропасть из Одессы Мы сделаем все, что вы просите Ну, мы ему поможем Наставили Молодцы Здесь как договорились Это очень хорошо Отходим Через пять дней будем в Стамбуле Ну Прощай на весь Маме, напиши Устроишься, сам напишем ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господа, хочу сообщить, что главнокомандующим на меня возложена обязанность Навести в городе порядок Я наслышан о бандах терроризирующих городов Или настолько серьезно? А смеюсь доложить ваше высокопревосходительство Это более чем серьезно Это мне говорит начальник полиции? Так точно Могу со всей ответственностью заявить В Одессе более двадцати тысяч уголовного элемента Бандитов Хорошо организованных Подчиняющихся своим главарям Осилить их силами полиции Не представляется возможным Что предлагаете? Я что предлагаю? Да вы! Виноват! Нужна войсковая операция Невозможно Вы в курсе положения на фронте? Так точно Порядок будете наводить сами Быстро и жестко Вопросы? Есть Что? Быстро Быстро и жестко Вы свободны, господа У аппарата. Штаб с капитаном Студзинской слушает Да Да Черт знает что Черт знает что Каля Ой, Мойша Ой, Мойша Мойша Ой, дети Ой, Мойша Что ж мне такое горе Это старость Ой, Мойша Ой, такой стыд От людей Мойша Пришли Как мы не зная кто И устроили этот гарвидер Папу увозить, ой, Миша А папа ж не схотел Ты ж знаешь за его характер Так он тому мордатому в зубы А они ему руки заломали И по голове кулаками Ой, Мэри, по голове кулаками Не думайте, мама Галя А где бегать? Ты меньше не пришел, и ну Савки не чувал Не побили? Да эти же поганцы все повинесли И шубку, шо ты дал И другую, ту шикарную сиеки И вазочек Ну на шо им этот вазочек? Да не переживайте вы так Как же жить? Вазочек же красив Ой, Миша, сделай что-нибудь Не думайте, мама Ни за меня, ни за папашу Недолго ему в участок Провидели Здрасьте, тетя Дома Ну шо мне твое здрасьте Как люди теряют совесть, так здрасьте Твоя работа? Это геловаги До меня даже не донесли Видно побоялись Ух Мэри А ты хватит хлебать, лопни Пу-у-у-у-у! Почему это нам нельзя видеться? С какой-то стати. Цилечка, мне… Ну, я ж тебе говорю, это ненадолго. Тебе смешно? Да не, ну, какое смешно. Просто так надо. Почему? Ты можешь объяснить, почему? А люди что подумают? Был жених и пропал? Циля, да наплюй, да разотри. Не разговаривай, как босяк. Ты обещал. Я думала, мы поженимся и уедем. Циль. Циля, обязательно поженимся. Я тут… Вот. Какой красивый, Миша. У нас… Ну… Помолвка или как там? Спасибо. Мы с тобой поженимся и уедем за границу. Всегда. У папы есть деньги, и он даст. Циля, ну куда? Неважно. Во Франции. Миша. Миша. Извините, Миша, мне кажется, это до вас. Цилечка. Господа. Мне пардон за беспокойство, мадемуазель. Что вы себе позволяете? Это мой жених. Жених? Да. В таком случае, примите мои соболезнования. На морском песочке я Марусю встретил. Отошли от двери. В розовых чулочках, талия в корсете… Отойди, от двери. В розовых чулочках, талия в корсете… В розовых чулочках… Шикарный вид. И опять дома. Талия в корсете… А где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а мими кусаешь… Макота, гляди, какой наглядный фраер. А что у вас душок такой? Наваристый. Аж глаза режет. Греетесь, да? К тому же веселый. Шуткуешь? Кот, а ну, смеси его пиджак. Сдается, он мне в порнух. А ты смей-клифта. Шутишь? Кот, он не смей-клифт. А ты его потруси. Мойша! Папаша? Папаша, да вы шикарно устроились. Ты не гавкай, то самого японца старик. Да я знаю. Иди. Иди сюда. Я тебе сейчас лупцевать буду. Папаша, ну что ж лупцевать? Вот как мне лупцевали… Папаша. Паскудный киши, гнида. Кто нарожал на свою голову, бандюга? Что ж вы сразу драться-то, а? Так кто ваш папа? Папа убежал сюда. Убежал, я сказал. Да вы седайте. А мы ведь как прознали, что то ваш папаша, так мы до него со всем уважением. А вот кроватку вам приготовили. Хорошую. Покушать, сообрази-ка на стол. Ага, покушать. Седайте, седайте. Ох, ну какой старик, а? То ведь не старик, а одно счастье. Вот. Чаёчек горяченький. Пожалуйста, покушать. А что мы встали? Ну-ка убежали, убежали все. Ну, давай, 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 чтобы меня не видно. Какой старик, а? И что я вас такой влюблённый, влюблённый? Уйди. Я еще раз извиняюсь. Угощайтесь, пожалуйста. А Вальта? А вот так? А другого? А вот так? А мы шестим номером. Ну-ка, Моди, стану тебе с тобой играть, Крюшок. Моди, шо таки? Доброго здоровья, пан Мендель. Мы до вас. От японца. До полковника ходили? Ходили. Пан Мендель, а он не берет. Надо столько дать, чтоб взял. Ну, мы давали, а он все равно не берет. Средайте. Прошу прощения. Дам передание. Дмитрий полковник, мы счастливы поздравить вас с японцем. Наконец-то в Одессе настоящая власть. Не то, что стыдно вспомнили. Благодарю вас, господа. Ваше благородие, а скажите, его случайно не выпустят? Не беспокойтесь, господа. С ним поступят по закону военного времени. Не расстреляй. Прошу вас, среди нас дамы. Николай Николаевич, генерал-губернатор. Срочно. Простите, Ольга Николаевна. Служба. Извините, господа. Пардон. Я скоро вернусь. Павел Маншери. Извините, господа. Честь имею. Господа. Еще одного принимайте. Павел Маншери. Еще одного принимайте. – Место дай. – Шо ты сказал? Я Котовский. Слыхал? Григорий Иванович, какая встреча? А, японец. И ты здесь. В дурни играете? Ну, сдавай. На меня не сдавай. Не буду. Шестой раз в дурни. А, ну тебя. Да ну тебя. Когда полковник не берет, нужно зайти с другой масти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...